очень много владимирской области красивых церквей дай бог когда-нибудь их отреставрирует и 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 очень красиво так и наверно очень-очень много лет всему этому дух захватывает находиться здесь так а окна заложены камнями смотрите какие решетки вообще вот здесь вот в этой части видать кто то есть что стоят уже пластиковые окна и вот она получается прямо знаете такое такое чувство можно конечно было бы зайти но мы не будем пакостить заходить такое место досочкой подперли у нас есть свой сусанин который водит нас такими местами но он это специально делает чтобы и мы и вы посмотрели такие места он заборчик красивый мы не успели мы не успели как раньше на Украине делали вот эти плетенные с прутиков да и сверху стоят вот этим постройкам тоже наверно уже лет под сто вот он и все и кусты откроет сейчас ездят как хотят здесь здесь и вот 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 Мы поворачиваем на левом и выехали на трассу. Мы на трассе Волга. До дома осталось совсем чуть-чуть. Мы сейчас побудем пару недель, дней 10 дома. Но вы этого не заметите, так как ролик будет продолжаться. И мы с вами поедем дальше. В общем, приехали мы домой. И у нас такая беда случилась. Сломался у нас крепление на видеорегистратор. Решили мы этот вопрос таким образом. Покупали с расширенной страховкой. Ну, там даже не страховка, а если что-то, то должны его поменять. В общем, сегодня мы сходили в магазин. Называть не буду какой. Если кому будет интересно, мы потом это можем обсудить где-то в личке. Ну и в общем, поменяли нам на вот такой. На онлайн XCOP9100Z. Значит, доплатили мы в районе 3000. Но опять же я его взял, а 4000, да, вот точно 4000. И снова взял его с расширенной на 3 года страховочкой. Ну и завтра у нас будет продолжение дороги. И как раз мы уже в дороге расскажем, как он работает. Сейчас я также обновлю его, прошью под новые прошивки. Вот. И завтра все это дело покажем. Как и обещали, прошла совсем секунда. Для нас прошло, наверное, дней 5. Мы позанимались немножко глазками ребенка. Полечили. Дачи. Дачи немножко позанимались. Но об этом в других роликах. Ну и снова едем. Снова едем в путешествие. Хоть и маленькое. Снова в 700 километров. В 750. Сегодня 21 июля 2021 года. Время у нас сейчас 6 часов. Вечера. Вечера, да. Но у нас не все как у людей. Утром пришли сантехники. Мы меняли там, крутили регуляторы давления. Перед тем, как сейчас выезжать, начали перекрывать воду. Оказалось, что у нас холодная вода капает. Вызвали опять мы аварийку. Он приехал. В общем, потеряли опять время из-за всего этого. Не знаю, сделать до конца не сделал. Уже приедем обратно. Уже посмотрим, что оно там получится у нас из всего этого. За бортом у нас 26 градусов. Но хотя бы не так жарко. Сейчас заезжаем на заправку. До полного бака вон. Лампочка прямо горит. Сейчас зальем литров 40. От дома отъехали 5 километров. Мы тут заезжали еще. Кружились. Кружили, да. Забирали шторы. Потому что надо было их заправить. Сегодня еще и шкаф привозили на балкон. В общем, вот это вот несколько дней тоже. Все в делах, все в делах. Но зато мы успели пожарить шашлыки. Хотя бы один разочек. За отпуск мы пожарили сами шашлыки. Ну все. Сейчас заправляемся. И потом попозже включимся. Выехали на трассу Волга. Проехали 8 километров. И свернули направо на Муром. И все. И здесь начинаются циркушки красивые. Кстати, Иван-чай тоже вон, смотри. Ну да, тут тоже много вообще цветет. Цветет, да. И ведет совсем-совсем другой дорогой. То есть мы когда с Саратова вот ехали сюда, он вот сюда через Николагоры, через всякое-всякое-всякое. Сейчас он ведет нас совсем другой дорогой. Знать бы какая она здесь. Хорошая она тут или нет? Ну да. Потому что если так, как мы ехали сейчас до этого, там ужасная. Да, там просто жизнь была. Ну, будем надеяться на лучшее. Ну, мне кажется, как бы у него у нас опять туда. Пока. Тоже, смотри, как там, детки наверху-то растут. Смотри, птички кушают. А, туда вносит, да? Потом какают. Семена разносят. Наверное, сворачивайся. Пыль вот эта вот вся на крыше разносится. Заехали в Иксу. У них вот такое вот красивое кафе сделано. Так, ну, сейчас мы потихонечку едем. Ждем уже вновь плохую дорогу. Темнеет. Ну, ночью, я думаю, смысла снимать не будет. Никакого вообще. Так, бензин здесь вот 92-й, 45-38 в Иксе. Кто не знает, может быть, Виксы это Нижегородская область. Да, ну еще. Это хороший какой-то удачный мир. Смотри, какие там бытовочки стояли, тоже классные. До Саратова 640 километров. Будем потихонечку ехать. Ну, сейчас тут самое главное вот проехать. Вот этот вот участок плохой дороги. Да, дальше там где хорошая дорога была. Доброе утро. Время полпятого утра. До Саратова 300 километров. Подремали немножко. Всю ночь льет дождь. Сейчас уже поменьше стало, а то прямо вообще ливень был. Да и в Саратове тоже мама позвонила, говорит, там ураган был. Ветер сильный. И потом уже гром с молнией. А еще есть вот такие товарищи. Вот впереди едет. Сначала плелся-плелся. Таксист. А когда начинаешь его обгонять, он не пускает. Игрушки на дороге устраивает. Ситимобил, да, по-моему? Вроде да, Ситимобил. Ситимобил. В общем, не будем его обзывать. Ну, вот такой товарищ. 37-й регион, да. 37-й регион, да. Ну, хорошие ему дороги. Наверное, спешит. Пускай. Погода пока еще такая же, толком. То сильней дождик, то слабей дождик. Вот, огромная проблема все-таки. Знаете, вот, когда едешь по трассе Дон, там, или ближе уже к Уфе, Каза, везде кафешки, все стабильно работает. Мы, вот, сколько едем, подъехали в 5 кафе. Время без 26. Ну, вот, написано, кафе работает там с 5 или еще что-то. Висит вывеска, да, открыто. Но кафе закрытое. Или света нету. Либо они спят, либо еще что-то. То есть, людям деньги не нужны. Ну, и такое отношение, если там даже ночью ты в 2 часа ночи остановился, тебя все равно накормят. Да, здесь никто не хочет работать. Здесь никто. Прям удивительно. Ну, что? Снова Саратов. И барашки. И барашки, да. Второй раз за неделю вернулись мы. Нас встречает солнышко. Распогодилось. Хотя вчера был ураган. Да, потому что даже видно, как где-то крыши, какие-то постройки сорвано. Да, да, да. Ну, а далее давайте устроим небольшую экскурсию по Саратову. Ветки обломанные. Да. Сейчас не успели во дворе заснять. Ночью ураган здесь был, в Саратове. Много поломанных веток. Везде во дворах делают ремонты. Асфальт ложат. Заехать нереально. Теперь не знаем, как, куда, с какой стороны. Да, уже должны открыть. Уже должны скоро открыть, да? Новая церковь. Новый храм. Храм, да? Да, это вот храм. Новый. Ну, долго его строили тоже. На Театр Победа. И отсюда начнёт свою прогулку по Саратову. Раньше здесь уже начинались торговые ряды. Продавали всякие шмоточки. Всё, сейчас уже, конечно, немножко всё изменилось. Здесь раньше был прямо рынок. Но чуть-чуть остались палатки. Да, он, да. городской рынок. Кстати, раньше то, что было и то, что сейчас прямо вот приятно гулять в плане того, что нету этого рынка и смотри, какой парк отдыхающих зон. Вот здесь же тоже везде стояли эти палатки. И как раз вот сейчас мы выйдем на площадь цирк, фонтан, который сейчас на реконструкции был очень красивый. И вот он, рынок. 1914-1915 год. Основание тоже такой старый, старинный, правильный будет сказать, где можно прогуляться. Ну что же, вот как раз так называемый Саратовский Арбат, где можно прогуляться, посидеть. здание детского мира, да, куча кафе. Сейчас самые интересные места, конечно же, покажем. Тут есть и гармонист. Ну вот и первый гражданин, который стоит, ждет возле часов. Вставай! А напротив вот такое вот здание. Сейчас мы вообще очень чистенько, красиво. Куча магазинов, можно многое посмотреть, погулять. и в этих всех домах живут люди. Ну тихо, спокойно, все равно. Ну это сейчас. Это потому, что это был... Выходной день, все на дачах. Да. А, ну все еще на работе, да? Ну, тем не менее, народ это занимает. Угуляют. Реставрируют полностью здание. прокат велосипедов, самокатов. Подходим к гармонисту. не имеет отец. Реставрируют синий М. М. Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю Острый Субтитры делал DimaTorzok Консерватория города Саратов Здесь Находится фонтан А уже вот там Находится храм Парк Победы в Саратове Сейчас мы туда пойдем и все покажем Вот мы добрались Вот эта точка Вот тот самый поезд На котором Ездил во время войны Отец Олега Табакова Известного актера В этом музее Точнее в этом поезде есть и Музей Госпиталь Госпиталь, да То есть Я вот точно сейчас не скажу Чтоб не обмануть вас То ли он был врачом Ну в общем Был он именно В поезде В этом Вот Поезд милосердия называется Поезд милосердия Пока У меня тоже А тут команды нет Два взрослых И видеосъемка Так 120 50 170 30 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 31 32 31 32 32 32 32 33 32 33 34 35 35 под музыку делать да ты просто потому что здесь не жалов вот по протяжной россии шум на войну сквозь мельканье берез мы разорвем их мы их осилим закажем сужу дел паровоз станции как новгородская вишу живут уже эти стенды здесь не все навстречу а я снова сообщение не доходило валентина вообще ни одного не было сообщений капитан медицинской службы это отец олега табакова они пробивались к своей цели несмотря ни на что вспоминает бывший сам инструктор валентина и мы покажем привет тоже на саратове в парке победы он там саратов мы сейчас мы поднимемся вы все увидите кавалеры ордена славы это те кто из саратова герой советского союза россии и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 принять участие в этой борьбе с фашизмом вот таким способом. И действительно это сыграло большую роль. И в 42-м году, и в 43-м люди стали вкладывать деньги, то есть собирать колхозами, покупать танки, кто-то просто ящик патронов, кто-то два самолета, три. И таким образом мы стали выигрывать войну, потому что денег у нас в стране не хватало, была разруха, холод. И вот таким образом наш простой колхозник дал вот такое вот движение всей стране. А вы знаете, в то время страна была большая, 15 республик, участвовали все от Казахстана до Севера. То есть вот таким вот образом. Вот вроде мелочь, а самолет легендарный. Факт то, что этот самолет был полтора года на фронте еще. Это мы показали, что вот это простреленный финкосом, простреленный винт, конечно, в хвосте заклеили дырку, но сам Еремин приезжал к нам сюда. Он остался жив и считал, что это его спасительный самолет. Он не был ни разу ранен в этом самолете. ни разу не был прострелен, кроме вот этих двух нечаянных пулей. Потому что, говорит, самый маневренный самолет, самый, ну, то есть, счастливый самолет, как он говорил, и у нас есть страдатель, что он старин, уже, старин. И теперь этот самолет пришел к нам на терятое маня. И ему рассказали про этот самолет. И он не поверил, что он сохранился. То есть, что он жив. То есть, этот самолет так, сколько лет прошло. И вот он старенький. Попросился у него сесть. Видите? И сидит, махает, счастливый. Уже достаточно взрослый. Видите, он уже полетал и на Амиги. То есть, ну, то есть, он уже обучил много летчиков наших. Но свой самолет он любил, конечно. Каждый пилот свой самолет любит, конечно. Вот и очередной этап нашего путешествия. погуляли по Саратову, показали вам красивые места. И снова в путь. Время у нас без 15.09. на улице 22 градуса. Сегодня у нас 24.00. Июля. И мы едем снова в Владимирскую область. Погостили у мамы. Спасибо огромное. Попроведовали подружку маленькую. Саратов. Ну что, Саратов. Спасибо за гостеприимство. И счастливого пути нам. всем в отличном настроении и прекрасного просмотра. Я думаю, что снимать мы вот эту часть, если что-то и будем, ну, только что-то очень интересное. Потому что, как бы, смысла нет одной и той же дороги снимать на... Второй раз. Второй раз. Третий раз. Так что... Данная часть. Подходит к концу. Но, может быть, по скрипту. Пока-пока. Пока-пока. Здесь через 2 километра 70 килограмм на 8.5 И на 8. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok